Тысячи запорожцев собрались у Вечного огня на Аллее Славы. Отмечают 67-ю годовщину со Дня Победы и на торжественном митинге вспоминают тех, кого забрала война. Точное количество погибших до сих пор неизвестно. Последняя цифра от исследователей – 26 миллионов 600 тысяч солдат и мирных жителей. Из них около 7 миллионов – украинцев. В Запорожье сейчас живет 4000 участников боевых действий. Спасибо вам за то, что вы совершили подвиг. Вы шли в бой, защищая самое дорогое, что есть у человека – родина, семья, мать, дети. У нас это один из самых главных праздников. Потому и празднуют его с размахом. По центральному проспекту под звуки духового оркестра торжественной колонной маршируют взрослые и дети. А возглавляют ее главные герои праздника. Ветераны едут на митинг в ретро-авто и на ярко украшенной троллейбусной платформе. Участник боевых действий Евгений Васильевич в кабине легендарного ГАЗ-67. В военные годы этот автомобиль использовали как штабной и разведывательный транспорт. А еще на нем перевозили раненых. Память военных лет. Сейчас, конечно, это как ретро-музейная редкость. А тогда эти машины были. Но я был в пехоте, и у нас были лошади. Победу Евгений Решетников встретил под Берлином. Радостную новость услышал по радио. Все схватили за оружие, давай стрелять вверх в небо. И радоваться. Запорожские ветераны, а их в городе живет около 30 тысяч, мечтают о двух вещах. Чтобы молодежь помнила историю, а правительство обеспечивало достойную старость. Хотелось бы жить лучше. И не только мне, а всей нашей Украине. Накануне праздника участники боевых действий и инвалиды Великой Отечественной получили адресную материальную помощь из горбюджета. На это было выделено более миллиона гривен. Также в планах на этот год завершение реконструкции госпитального отделения во второй горбольнице. Но и это еще не все. Ко дню победы проведен ремонт в 107 палатах городских больниц, где одномоментно могут больше 220 ветеранов проводить оздоровление. Мы приняли городскую программу и будем помогать тем ветеранам, у кого есть проблемы со зрением. Я не думаю, конечно, что мы работаем абсолютно без недостатков. Конечно, нарекания есть, но мы стараемся делать все возможное. В горсовете уже думают и о подарках к следующему дню победы. Одним из них должен стать памятник воинам-освободителям в Хортицком районе.